Провинция Хэйлунцян внедряет в жизни важное поручение генерального секретаря ЦК КБК Си Цзиньпинна о культуре и туризме. Хэйлунцян не жаляет сил, чтобы открыть новую страницу в развитии туризма. В дни празднования образования ГНР, дуры на короткие расстояния стары выбором многих жителей Хэйлунцяна. В живописном месте Муарошан, распороженном в более 80 километрах от города Харвей, инженерно принимает около 60 тысяч туристов. Я только что попробовала проект Ла Фейда и проекта полета через рез. Передо мной раскинулся безграннее оттервать деревянный пейсаж. Сотрудительство живописного угол ГАУЛ Муарошан началось в 2012 году. За 10 лет здесь был построен крупнейший в провинции архитектурный комплекс в китайском стиле. Помимо того, модель «Туризму плюс» интегрирована в процесс развития этого живописного места и сосредоточена на развитии грабарного туризма нового типа. За 10 лет провинция Хэйлунцян внедрирует в жизни концепцию развития зелёные горы, изумрудные воды, несмедленные сокровища. Лёд и снег – дождь несмедленные сокровища. Хэйлунцян постоянно реализует продвижение ключевых проектов культурного туризма и про инкубацию культурно-туристических предприятий нового типа. Были завершены более 400 новых важных проектов в образе культурного туризма. Общий объём инвестиций в них в составе 72 миллиарда юаней. Были зарекистрированы почти 10 тысяч новых субъектов рынка культурной отрасли. На строительной площадке проекта «Большой милой леда и снега Харвина» Гигантское колесо в форме снежики освещает ночное небо и становится новой тацепопопечатленностью города. Его высота составляет 120 метров, что равно высоте 42-кодажного жирового здания, являясь крупнейшим колесом в трёх провинциях на северо-востоке Китая. За 10 лет научно-технические инновации были применены в арке «Большой милой леда снега». Максимальный объём используемого леда достиг 130 тысяч кубических метров. Количество используемого снега достигло 135 тысяч кубических метров. Высота высочайшего ледяного сооружения составила 46 метров. Количество посетителей почти достигло 1 миллиона. По завершении 13-го съезда КПК провинции Хэн-Лунди, учреждения культуры и туризма сосредоточиваются на культурном возрождении и промышленном возрождении провинции. В бодном мире задействуют роли культуры, активизируют влияние культуры, расширяют туристические возможности, чтобы духовная и культурная жизнь народа старо более разнообразны.